Друзья, всем привет, с вами Яков, и в этом ролике мы с вами поговорим, как можно собирать охотника на демонов, который будет дамажить умением разрывная стрела, и при этом мы будем использовать обновленный сет мародера. Его в который раз подкорректировали, немного при этом ослабив урон от турелей, но изменили рюкзак бомбардира, добавив ему дополнительный легендарный бонус, который позволяет увеличивать урон от умения разрывная стрела. Тем самым компания Blizzard дает возможность игрокам играть с помощью данного сета еще с помощью умения разрывная стрела. Билд тоже получается неплохим, мощным. Если вам когда-то давным-давно в районе первого-второго сезона нравилось играть за охотника на демонов и сет мародера, то я вполне уверен, что этот билд вам тоже будет по душе. Но если это так, то давайте разберемся с билдом и экипровкой, но для начала поговорим о спутнике. В качестве спутника я выбираю Эйрину. Как минимум ради одного параметра, который в этом гейплее мне пригодится, это уменьшение времени восстановления умений. Что касается билда и экипировки спутника, то подробно на этом моменте я останавливаться не буду, так как разбор спутников я уже делал в отдельном ролике. И ссылку на этот ролик я помещу в описании под данным роликом. Переходите и можете ознакомиться, где, когда и какого спутника лучше использовать для различных забегов. По нефалемкам, по поручениям, по великим порталам. Но мы давайте перейдем к разбору нашего героя. Ну и наш главный сет, это безусловно сет мародера, и из него в моем случае мы используем 5 приметов. Это головной убор, броня, штаны, наплечники, но также перчатки. И благодаря ККР у нас будут запускаться все бонусы от данного сета. С помощью этих бонусов мы будем и всех приспешников призывать одновременно. Но также, когда мы будем выставлять наши турели, то они автоматически будут атаковать теми же атаками, которыми атакуем и мы. То есть теперь нашими турелями управлять не нужно. Ну а также, за каждую выставленную турель мы будем наносить больше урона. От умения разрывная стрела. Второй сет, который мы используем, это Кримсона. Из него мы используем 2 примета. Это пояс, но также ботинки. И благодаря ККР у нас будут запускаться все 2 бонуса от данного сета. С помощью первого бонуса мы будем получать 2 параметра. Это уменьшение времени, восстановление умений, а также уменьшение затрат всех ресурсов. А вот уже благодаря второму бонусу мы будем повышать наш урон на величину уменьшения времени, восстановление умений, а также уменьшать входящий в нас урон на величину уменьшения затрат всех ресурсов. Ну и последний сет который нам пригодится это бесконечный поход Который состоит из кольца и из амулета И когда мы будем стоять на месте мы будем повышать наш урон А когда мы будем двигаться этот баф на урон будет переходить в баф на защиту То есть мы будем получать меньше урона Далее нам пригодится кольцо собрания стихий Для того чтобы раз за фазу кольца поднять свой урон от огня На запястьях у нас обмотки ясности для того чтобы мы получали меньше урона Когда мы противников атакуем генератором Также очень сильно будет полезен это изогнутый лук яна Мы его используем из-за синего магического свойства Которое позволяет нам уменьшать затраты всех ресурсов на использование умений В нашем случае нам экономнее будет обходиться использование умения разрывная стрела А также этот бонус будет влиять на сет кримсона То есть благодаря этому луку и сету кримсона мы будем получать на 50% меньше урона Ну и в качестве колчана мы используем рюкзак бомбардира Для того чтобы повысить урон от турелей Но также чтобы мы могли выставлять 2 турели дополнительно Кроме того мы еще больше будем наносить урона с помощью умения разрывная стрела Благодаря этому колчану Из самосветов мы используем проклятие плененных Зейв камень А также головорез Что касается куба, то в рубрике бижутерия у нас находится ККР То есть кольцо королевской роскоши Для того чтобы запускать все нужные нам бонусы от двух сетов Мародера, а также кримсона Рубрика броня и там у нас пояс Секрет Зои Для того чтобы мы могли получать меньше урона за каждого активного питомца Ну и в рубрике оружия у нас находится арбалет мантикора Для того чтобы мы повышали наш урон от умения разрывная стрела А также уменьшали затраты ненависти на использование этого умения Ну а теперь давайте разберемся что мы будем ролить в наших приметах Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения разрывная стрела Поэтому поднять урон от этого навыка мы можем с помощью двух предметов Это нашего головного убора, а также ботинок Кроме того повысить урон от турели мы сможем с помощью двух предметов Дополнительно это брони, но также наплечников Наше умение разрывная стрела будет наносить урон от огненной стихии Поэтому повысить урон от огня мы можем с помощью двух предметов Это наших наручей, а также амулета Следующие параметры которые нам пригодятся Это безусловно уменьшение времени восстановления умений И чем выше этот параметр будет, тем мы и урона будем больше наносить А также наше умение возмездия будет быстрее откатываться Как и умение питомец Дополнительные параметры которые приветствуются Это увеличение урона в области, но также скорость атаки И это все что касается нашей экипировки А теперь давайте разберемся с билдом Из пассивок мы используем три, которые в какой-то мере будут повышать наш урон Это засада, гренадер, а также добивание Ну и последняя пассивка это доработка механизмов С помощью нее мы будем продлевать время действия турелей А также будет увеличиваться максимальное их количество Теперь давайте разберемся с активными скилами Первое это возмездие и бешенство По действиям этого скилла мы экономнее будем расходовать ненависть на использование умения залп А также будем наносить больше урона Далее питомец и руна волк Руна в принципе здесь не важна, потому что будут активироваться все питомцы одновременно А значит мы будем получать все бафы, которые доступны с помощью этого умения В данном случае хотя бы на увеличение урона Кульбит и сальто-мортали С помощью этого скилла мы будем и быстрее перемещаться, а также уворачиваться от атак противников Далее идет отход под прикрытием и... внимание С помощью этого умения мы себе будем восполнять ненависть, а также запускать наручи на баф нашей защиты Турель и серый на турель С помощью этого скилла мы будем и наносить урон Но также с помощью турелей благодаря руне мы будем еще и подмораживать противников А это контроль, тем самым мы будем запускать камень проклятия плененных Ну и наше главное умение, с помощью которого мы будем наносить урон Это разрывная стрела и во все оружии И это все что касается билда, а теперь давайте разберемся с геймплеем Чтобы повысить свой урон, вы должны прожимать ваши умения Это возмездие, но также вашего питомца И когда активно что одно умение, что второе умение, вы будете наносить больше урона Основной наш урон мы наносим тогда, когда на кольце собрания стихий идет огненный баф Напоминаю, что огненный баф сразу идет после стихии холода Поэтому, когда вы начинаете атаковать, старайтесь от противника держаться на расстоянии Но при этом старайтесь, чтобы ваши турели находились как можно ближе к противнику Ну или к противникам, если их там очень много Старайтесь этими турелями покрыть как можно большую площадь Для того, чтобы эти купола покрывали всех противников Тем самым запускали камень проклятия плененных, то есть бафали ваш урон Ну и держитесь от этих противников на расстоянии и атакуйте их Будете и вы атаковать этого противника или противников А также автоматически будут стрелять еще и в ваши турели Также не забывайте время от времени хотя бы раз в 5 секунд пользоваться вашим генератором Для того, чтобы запускать ваши наручи, тем самым бафая свою защиту Если вдруг после смерти противника на земле будут появляться такие оранжевые круги Это области силы, то перебегайте туда Для того, чтобы наносить из этих областей больше урона Вот в принципе и весь геймплей Ну а что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео А я с вами прощаюсь Благодарю за внимание и за просмотр Не болейте Ну и желаю удачи в сезонном походе Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков, пока